Северные олени недавно появились в одном из хозяйств Канажского района. Подворье Егора Егорова и без того уже напоминает зоопарк, где живут пони, африканские страусы, австралийские эмо, павлин и цесарки. Для чего мужчины разводят экзотических животных, узнавала Наталья Егорова. Своих новых питомцев Егор Васильевич любовно называет чукчами. Северок и красотка прибыли с севера, правда не с Чукотки, а с Ямала-Ненецкого автономного округа. И правильнее все же было бы прозвать их ненцами. Это еще оленята, им только полгода отруду. До того, как попасть в Чувашию, в Челябинске им пришлось переждать двухмесячный карантин. Животных проверили на все болезни, сделали необходимые прививки. Но и здесь, в республике, северным гостям предстоит переждать еще один карантин. Анализы. Взяли пробы, проверили в районном медучастке. В медлаборатории получается. И все нормально, все отлично. Хор Северок и важенка красотка чувствуют себя в Чувашии вполне комфортно. Уже освоились на новом месте. К хозяину привыкли, а вот чужих пока побаиваются. Пока северные жители питаются здесь сеном, комбикормами, березовыми вениками. Но в дикой природе северные олени не брезгуют и мелкими зверьками, и птичками, и яйцами. Поэтому в их рацион здесь включили также яйца. К жаре олени не приспособлены, но здесь им будет где охладиться. Егор Васильевич подготовил для них специальное помещение с кондиционером. На вопрос, для чего же в Чувашии олени, он отвечает, завел их просто из любопытства. К тому же очень нравятся эти благородные животные. И, конечно же, он привез их вовсе не для того, чтобы производить оленину. Как повзрослеют, шлея готовы, сани сделаем специально для них легкие, будем ездить, кататься. Желающих уже предостаточно. На подворье часто наведываются школьники, дети с родителями, да и у Егора Васильевича своих шесть внуков. Пока все они катаются на пони, их тоже пара. И оба не прочь пообщаться с людьми. Звездочка очень игривая, а тростник охотно позволяет оседлать себя. Первый раз я на пони. Очень интересно, как на кресле. Африканские страусы и австралийские эму летом бегают в огороде. Зиму пережидают в вольере. Они чувствуют себя вполне комфортно и в условиях местного климата. Даже неплохо несутся. В середине февраля у страусов начнется брачный период, но уже сейчас нет отбоя от желающих заполучить страусиные яйца. Люди даже записываются в очередь. Производство яиц Егор Васильевич готов вывести на промышленный уровень. У него уже готов инкубатор. Забавный дуэт из индюков, павлин, цесарки. Было бы земли больше, завел бы еще необычных животных, говорит владелец зоопарка. Планов у него много. Возможно, еще получится удивить местных и приезжих ребятишек. Наталья Егорова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.